Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоинтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету, берет время, а хочется развиваться, как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 киловатт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Факта, подбора закладки не было. Они начали ехать. Я же говорю, они выехали, если не начали как бы качаться. Так а в чем, если нету паркинг? Это, если вы хотите, чтобы выехать, то крестец интервент на группа пенолок с собакой. На охоте, он еще не взимодится. 100%. Потому что они есть. Потому что на охоте не подобрали закладку. Положил кто-то из них четырех в карман. Ну, в данный момент они находятся на машине все. Правильно? Естественно, регистрация была. 102 было. Сейчас регистрация была. 102 было. Сейчас крестец интервент на группу. И так приедет. Тут палка двух концов. Я не знаю, но... Давай так, чисто символически, потому что, ну да, ребята, там, благодарить на бензин, на бензин, да, и все. Просто дай ему по ушам. Моя прозвать, я как мужик. Да не, я в это уже, я разберусь сейчас с ним делать. На бензин, да, ребята, и все, мы разъедемся. Сейчас мы сухать будем. Какая сумма? Тут же понимаешь, как ты пожелаешь. Я тебе сейчас скажу, я тебе... Я тебе сейчас скажу, ты еще раз скажешь, ну, ты охуел. Ну, правильно? Не знаю, но я этот самый, но... Тысяча будет? Ну, нет, все с собой будет. Ну, что, ребятушки? Здравствуйте. Приехали? Котики. Брали, не брали. Блокнот, вон, его... Ну, подожди, красавчик. Садись. Блокнот, его... Садись в машину, садись. Давай, давай, теперь твоя очередь. Садись. Рассказывайте, зайчики. Все записано, тут камер целая куча. Открывай блокнотик. Рассказывай. Все записано про тысячу гривен. Вот твой блокнотик открывай. Рассказывай. Ну, два слова, ну, выключи камеру. Я тебе... Секундочку. Два слова, давай. Ну, бери камеру. Ты рассказываешь, как было дело, а я подумаю, что с тобой делать. Так? Ну. Чтоб я сейчас не злился. Вот ты мне рассказываешь, как было дело... Ну, серьезно, оно выключено. Я тебе говорю, вот ты рассказываешь, как было дело, и тогда, возможно, будет разговор. Если нет, нет. Рассказывай. Пацаны пополнились на терминале. Ну, папа, пацаня, честно, я тебе расскажу. Их от самого терминала, они пополнили наркотики. Вели здесь, искали наркотики. Нашли наркотики, сели в машину, начали уезжать. Ну. Подъехали, начали общаться, они наркотики выкинули. А вы их выпасали там, возле терминала? Что-что? Вы их там выпасали. Сейчас идет операция МАК. Угу. И еще два, кстати, было сюда. Я видел, конечно. Вот. И то, что они искали наркотики там во дворе. Ну, вы приехали, с пацанами какую беседу провели? Что-что? Вы приехали, какую беседу с пацанами проводили? То, что наркотики, скажите, у вас или нет, вы их собирались отпускать, потому что, ну, ситуация с малолетками вообще неинтересная. Вы в какой должности находитесь, с кем работаете? Что-что? Я говорю, вы кем работаете, в какой должности находитесь? Ну, нормально вообще. Нормально, я задаю вопрос. Где работаете, в какой должности находитесь? ОПО. Отдел оперативно-поисковых. Звание какое? Сержант полиции. Как зовут? Алексей. Хорошо, Алексей, вот скажи мне, ты видел, что они купили наркоту? Да. И ты такой честный, операция МАК проходит, хотел их отпустить. Я правильно понимаю? Факт, что подъем наркотиков был или нет, я говорю, ну, зафиксирован был. Но вы все равно поехали. Только гражданами. Я понял, вы поехали. Если бы у них были при себе наркотики, выявлены нами, приехал бы СОХ, приехал бы СОХ. То есть состава не было? Ну, как бы пойметь, что надо было. Я правильно понимаю? Нет, ты неправильно понял. А как? Ситуация в чем? Зови напарника своего сюда сразу тоже, чтобы он был в курсе всех событий. Зови, иди сюда, не бойся, иди. Иди, иди сюда. Это ваша служебная машина? Что, что? Служебная машина? Нет, своя. Твоя? Да. А с пистолета стреляли служебно или с пистолета? Какой? С пистолета. Ну, там ребята записали, что вы стреляли, там у нас перепутали. В машинку. Хорошо, я понял. Ну, вот это все решало, которое здесь происходило, ради чего было? Это решало. Нет, не в этом дело. Ну, а в чем? Это тоже неправильно. Ну, хорошо, в чем было? Чтобы сейчас убрать этих патрульных отсюда убрать. Я просто серьезно пытаюсь помочь людям, ну. Ты хотел помочь наркоманам, я правильно понимаю? Я же говорю, факт о подъеме наркотиков. Если бы они были какие-то старые наркоманы, какие-то взрослые даже Ты молодые были наркоманы, и ты хотел помочь молодым наркоманам, я правильно понимаю? Перетручиваю. Нет, я хочу понять, твои, как вот сотрудника полиции, действия. Что в данном конкретном случае ты хотел сделать? Кому ты хотел помочь, и как ты хотел поспособствовать? Чтобы я понимал для себя. В любом случае, их данные есть, их можно, ну, приводом в райотдел, то есть устанавливать дальше лично. Хорошо, можно все это сделать. У меня вопрос, что ты сейчас делаешь в этом автомобиле, и что ты собирался здесь делать? Ты меня попросил присесть. Хорошо, ты вот ходил, крутился. Какой цель твоих действий была? Ты сотрудник полиции, что ты делал? Это было следственное какие-то действия, это было просто свидетели Это как-то фиксировалось, какие-то документы заполнялись Может быть какие-то постановления, протоколы Пытались помочь, чтобы разрулить ситуацию Чтобы не составлять ничего, я правильно понимаю? Ехали ребята Сколько он денег просил? Конкретно чистое число выложил Конечно Ну, конкретно, но Хорошо, он просил эти деньги за что? Чтобы не привлекать этих людей Чтобы весь этот кипиш умялся Я понимаю, этот кипиш умялся Он сказал патрульным, чтобы они уезжали Я правильно понимаю? И отпустил эту машину, правильно? Да? Удостоверение есть у тебя с собой? Да Покажи мне удостоверение Ну давай Удостоверение мне свое, пожалуйста, покажи Телефон, включи мне, пожалуйста, с фонариком Я посвечу фонариком Телефон с фонариком, да? Я посвечу Кошаренко, Алексей Владимирович Напарника как зовут? Масса, телефон Это тут диктофон Уже диктофон не надо А напарника как зовут? Андрей Он твой коллега, я так понимаю, да? Да, морепрод Сохраню Телефон мне не надо Ничего, мне надо только фонарика Посиди тут Посиди Я пойду стоим Сейчас, секунду Я их две зафиксированы в купюрке Давай сразу сними Это твой блокнот? Твой блокнот Положи на сиденье Блокнот, да, в руки Блокнот, чей блокнот? Я подошел к машине Который зафиксировано Все, я уже стараюсь Перед тем как Это блокнот твой? Блокнотик твой? Блокнот это твой? Я подошел к машине Хорошо, я понял Это твой блокнот или нет? Мы можем сейчас вызывать сок И брать твой блокнот Дима, я сейчас не с тобой разговариваю Это твой блокнот? Твой блокнот Андрея зовут напарника Постой здесь Не бойся, Андрей, открой Андрей 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 Открой, я поговорю с тобой по-нормальному Открой окно Нормально, удостоверение покажи с вами Можешь на камеру Да, удостоверение я на камеру сниму А потом все остальное Пожалуйста, будь любезна Удостоверение представься Можете, пожалуйста, не снимать? Андрей, можем Но если ты сделаешь то, что я тебя прошу Пожалуйста, удостоверение покажи А можно я с напарником переговорю? Можно, ты покажешь мне удостоверение? Представишься, а потом переговоришь с напарником Андрей, не усугубляй положение Я тебя прошу по-нормальному Возьми просто, представься, кто ты, звание и свое удостоверение И все Пожалуйста Портнов, Андрей Михайлович Андрей Михайлович, ты тоже вот можешь мне пояснить, что вы тут делали? Как это произошло, все события? Разворачивались? Вы приехали сюда Отрабатывали вызов 102 Да Граждане какие-то позвонили, сообщили о том, что в каком-то районе находятся люди, похожие на наркоманов Я правильно понимаю? Да, все правильно Вы подъехали, что вы увидели? Да, мы подъехали Увидели ребят, вызвали экипаж патрульной полиции Вы следовали за этими ребятами, которых вы обнаружили, я правильно понимаю? Понятно, проехали, они бы так просто не остановились Патруль полиции не сразу приехал До момента приезда патрульной полиции О чем вы общались с ребятами? Что удалось выяснить? Ничего не удалось, они нам ничего не сказали Ничего, вы поэтому вызвали наряд патрульной полиции? Да, поэтому, чтобы они хотя бы какие-то данные узнали. Хорошо. После того, как приехал наряд патрульной полиции, что произошло, почему их отпустили? Ну все... Вызов не подтвердился? Вызов не подтвердился. Они не наркоманы? Нет. Я понял. Ребята с нами не хотели общаться, вызвали экипаж патрульной полиции, экипаж патрульной полиции приехал, пообщался с ребятами и все, все разъехались. Никаких проблем нет, материалов никаких не оформлялось, я правильно понимаю? Ну, материал, рапорт в электронном виде напишет патрульная полиция. А вы? Вам же вызов поступил, вы приехали. Ну, мы отработали первичную информацию. Затем, как бы, вызвали экипаж патрульной полиции, что вот так и так, и они, как бы, мы передали им, и они это все... А к какому району вы относитесь? К московскому. Я понял. Все, у меня к вам вопросов нет, ребят. Все, спасибо, всего доброго. А вы на своей машине, да, на частной ездите, отрабатываете вызовы по 102? Не сообщили, я говорю, граждан сообщение пришло. И вы по 102 на своей машине сорвались, вот без вот такой рвения. Да, рядом стерили. Шикарно. Ну, что ж, хорошо. Ну, что, я тебе сразу скажу так, вот, чтобы ты понимал. Дим, этот, я сразу тебе скажу честно и откровенно. Вам, по-русски говоря, пиздец, обоим. Полный пиздец. Я вам скажу это честно, откровенно. Вы можете ни на что больше не надеяться. Вся эта история, которую вы только что рассказали, это полная херня. И любому человеку понятно, что и для чего вы это делали. Слово не держишь, я понял, да. А слово какое? Ну, ты говоришь, подожди. Все, я закончил. Нет, ты говоришь, ты камеру выключишь. Хорошо. Я теперь выключаю камеру и тебе скажу, ну, я тебе дословно на камеру скажу, что будет сейчас сказано тебе без камеры. Тебе полная жопа. И твоему напарнику тоже. И вся эта хрень, которую вы мне сейчас стирали, про вот это все, и твой напарник. Вы все вместе с ним пойдете в лучшем случае, в лучшем случае на гражданку. Это в лучшем случае. Но я это не обещаю. Поэтому можете собираться и ехать, куда вы ехали. На этом вечер закончим. Подопри их, чтобы они не ехали. Сейчас сделаем по-другому. Постойте еще, я напишу заявление. Все-таки вызовем вас, оформим. А потом все остальное. Ну, на секунду. Ну, буквально на секунду. Ну, секунду. Подожди, ты по-человечески. Смотри, я тебе скажу по-человечески. Таких людей, как вы, я не терплю. Ну, скажешь слово, секунду. Ну, положи на секунду камеру. Ну, секунду. Ты мне ничего не сможешь ни предложить, ни убедить. Я не буду ничего предлагать. Я просто хочу тебе кое-что поинтересоваться. Можешь, пожалуйста. Спрашивай. Ну, положи. На секунду. Я не буду никуда отходить. Ты, если хочешь мне сказать что-то, пока я не вызвал полицию, говори сейчас. Что ты хочешь? Да, мы просто едем. Все, пожалуйста. Я тебя просто прошу. Вы просто никуда не жалов. Вот скажи мне, сколько ты таких развел лохов? Вот сколько таких лохов ты развел? Честно, просто хотел отпустить и все. Я понимаю, что ты честно хотел всех отпустить. Ты всех честно отпускаешь, но не бесплатно. У меня к тебе вопрос. Нет, подожди. Вопрос в другом был. Не то, что там просьба о каких-то денежных средствах. Говорю, просто символически, говорю, дай на бензин. Все, вот это был вопрос. Скажи мне, как твой символический подход сочетается с моралью и честью полицейства? Да, вот он-то и делал. Ты считаешь, ты должен работать в полиции? Нет. Твой напарник должен работать в полиции? Если вы не должны работать в полиции и сами не хотите уйти, я вам помогу это сделать, ребята. Я помогу вам просто уйти с полиции. Чтобы вы больше не работали в полиции. У меня нет другого выбора. Ты пойми, я... Я тебя просто прошу, пожалуйста. Вы просто уедете, мы вот это все зафиксируем. Смотри, в чем отличие между тобой и мной. Ты сюда приехал, и ты должен был изобличить преступника. Ты его не оформил и опустил. А я сюда приехал, я увидел преступника, и я его оформлю и не отпущу. Вот в чем между нами разница, понимаешь? И я не полицейский, а ты полицейский. Это ты должен делать, это твоя работа. Слово буквально скажу на ухо, без камеры. Да не надо мне ухо. Ты просто поймешь меня сразу. Да слушай, ты знаешь, сколько таких, как я понимал уже? Ты просто сразу меня поймешь, честно. Сразу меня поймешь. Говори. Мне на таможне помогут? Да. Мне? Это слова таможенников. Что они мне помогают? Да. Я тебя очень прошу, приведи мне того таможенника, который мне помог. Хоть одного. Помогают мне таможенники. Чем они мне могут помочь? Анализы за меня знать. У меня нет никаких проблем с таможней. Я не занимаюсь литовскими машинами. Я не делаю там перезаезды. Никого не вожу, контрабанду не перевожу. Никого я не прячу под сиденьем. Наркотики не вожу. Чем они мне могут помочь? Ну я же говорю, это слова были поможем. Черт, ты елки 20. Давай делаем так. Давай делаем так. Ты как мужик сейчас собираешься. Берешь себя в руки. Вспоминаешь, что ты полицейский. Спокойно сидишь. Я вызываю наряд. Мы это оформляем. Вы потом идете разбираться. Даете показания. Вот эту лапшу, которую вешал твой напарник. Вешать руководству, прокуратуре и все остальное. А там будет как будет. Я считаю это по-честному. Ты согласен? Это единственное, что я могу тебе пообещать. Что мы все делаем честно. Ты только что скажешь. Слово, сдержи. Какое слово? Ты сказал, что ты не выключил камеру. Ну сдержи слово. Мы просто уедем. Пожалуйста, я тебя умоляю. Пожалуйста. Послушай, вы уедете. Но вы будете ездить спокойно, когда вы не будете работать в полиции. Давай так. Мы делаем так. Вот на камеру я говорю. Если завтра я приезжаю в отделение к тебе, к твоему руководству. И вижу ваши два рапорта об увольнении. Вы напишите рапорта, что мы такие-то, такие-то, по собственному желанию. Хотим уволиться. Я увижу эти рапорта. Тогда я буду спокоен. Мы не будем поднимать и инициировать уголовное дело. Вы просто уйдете с честью и достоинством. По собственному желанию. Пишите по собственному желанию. И вы мне, оба с товарищем, пообещаете, что вы никогда больше не будете работать в полиции. Идите работать куда хотите. На базар на Барабашова. Я не знаю, там, маршрутку работать водителем. Кем хотите. Но в полицию вы не возвращаетесь. Если даете мне два честных слова, я жду до завтра. Завтра приезжаю в полицию. Мне показывают ваши заявления и все. Так, идет вам? По собственному желанию выходитесь? Вас это устраивает? Можно до утра хотя бы обдумать. О чем тут думать? Тут есть либо 102. Я пишу заявление сейчас. Я за себя ручаюсь. Выходи, вызови его, что он сидит. Вы что, не вдвоем эти деньги собирались? Или он собирался, что он бесплатно сидел тут? Пусть выходит, тоже за себя отвечаю. Слушай, мы все поговорим. Выходи, выходи, выходи. Слушай, я тебе сказал условно. Я тебе даю на раздуме, я сейчас ровно 5 секунд. Либо вы пишете «да» заявление. Сейчас пишите, пишите при мне. На имя начальника. Я эти заявления фотографирую. Я завтра приезжаю и убеждаю, что эти заявления попали в руку. И вы уходите по собственному желанию. Давай хотя бы за руку идти. Да или нет? Давай сейчас тоже обеим и не общаться. Да не о чем общаться. Слушай, я не собираюсь. Увели камеру. У меня есть тебе интересное предложение. Я тебе слово даю интересное предложение. Мне не надо интересное предложение. У меня в жизни все сложилось. Ты мне ни чем не можешь заинтересовать. Вы «да» пишете или нет? Дима. Дима. Так устраивает? Люди пишут заявление сейчас. Я пишу. Купска утром ехала. Я за себя руку. Пиши сейчас. Я утром поеду. Пиши сейчас. На чем писать? Я дам тебе листик ручку. Я тебе браку. Так, короче, ты пишешь или я звоню? Я не собираюсь все уговаривать. Да, нет. Минуту дай хотя бы. Зависывай. Да, я пообщаюсь с ним. Хорошо? Я вам серьезно говорю. Я вам даю ровно 3 минуты. Если нет, я звоню. Все. Что решаем? Тикаем. А, тикаем? Ну нормально. Дай мне канал. Давайте, давайте. Пацаны, а вы реально думаете, это поможет? Смотри. Да не беги за ним толку. И ушел в закат Голубая луна Всему виной Все в округе говорили Они красно-синие? Напишем сейчас с обысковыми маячками педрешетку радиатора Вы отразили это в рапорте, даже электронном, что здесь находились такие-то, такие-то, такие-то? Нет, не отразили. А почему? Ну, наша, получается, не наработка. А что нашли? Вот, можно оформлять. Я же говорил, найду что-то. Нормально. Спасибо. Спасибо.